Если она не встанет во главе этого проекта, то Масква будет двигаться. Хорошо, я придумал проект, какие-то проводители, семинары, которые, например, и тоже не насилие касаемо, но, допустим, в авторской какой-то своей методике. Я отношу там, допустим, для людей, которые испытали насилие, которые испытывают насилие. Вот вам сразу компаньон. Ну да, это... В любую ситуацию вам компаньон, который сможет вывести вас из, вернее, ваших подопечных. А вам нужно связаться на уровне правительства Масква и прийти... Кто у нас-то, Петросян, что ли? Петросян, департамент соцзащиты. И сказать, я готова проводить такой семинар. Если вы сможете выделить финансирование под это дело, либо дать мне рекомендацию для департамента науки и промышленной политики и предпринимательства, чтобы мне дали субсидию по их каналу, я готова для каждого месяца, предположим, проводить бесплатно свой семинар, если вы сможете для людей, если вы сможете моей компании оплатить какую-то сумму, да. Потому что у меня есть специалист, который совмещает... Какая-то компания, которая... Она про департамент соцзащиты говорит. Нет, это другая. Нет, она не в моей компании. А, это в ней все в виду схема, да? Компаний-то у меня нет, получается. Я там, кто-то там... Я поэтому и не поняла. Если у вас нет ее лица, первое, с чего надо начать, то что это три варианта. Первый вариант – это общественная организация, официально зарегистрированная. Второй вариант – это ООО или ЗАО. И третий вариант – это индивидуальное предпринимательство. Для действий с правительством Москвы. А общественная организация, кто регистрирует вообще это идет? Правление и юстиции. Там самочистские бюджетные реакции. Там есть какая-то схема, да? Сами не сделаешь. Вернее, можно, по-моему, сделать вас в 20 раз. Но это надо будет платить деньги, правильно? Конечно. Ну вот просто я с этим не согласна, потому что если у меня уже дело пошло, я согласна платить. А получается, у меня очень много знакомых заплатили большие деньги, чтобы это все открыть. Вот поэтому я написала в 2002 году 200 ответов на незаданный вопрос. Своё дело для тех, кому надоело работать на детстве. Я говорю, пожалуйста, начните. А вот тормозивые выкладывали это, чтобы начать, мне тоже деньги надо вкладывать. Вот что ей надо сейчас, чтобы провести первый экспериментальный проект? У вас есть какое-то помещение? У кого у вас есть друзья? Кто здесь владеет помещением? Вы платили аренду? Нет, это наши спонсоры. Чудненько. Вот ваши спонсоры сходят. Вы им говорите, я хочу попробовать здесь провести семенаж. Если вы не возражаете, я там реклама. Придет там, я не знаю, сколько теток, которые подверглись к какому-то насилию в семье. То есть, ну, это уже центр, есть там что-то новое. Я к примеру. Вы можете к ним прийти и сказать, что я готова в качестве волонтера по зову души приходить и раз в месяц рассказывать девочкам то, что... Либо вы каждый, кто приходит, а я работаю с ней там, пусть это будет три часа. Но вы за эти три часа, а, натренируетесь, б, ваш компаньон отточит какой-то там свой блок. И вы сможете уже, ну, какое-то все равно, вкладывать деньги надо. Если ваши друзья открыли что-то, вот я и писала, что не надо сначала открывать, сначала надо порепетировать на кошечках. Если эти кошечки будут в восторге, они дают вам рекомендацию, вы прям берете от этого центра... Подожди, подожди. Вы от центра берете благодарственное письмо, что вот да, такая-то, такая-то в качестве волонтера. Ну, я пишу, я готова как подарок городу, вот, с этим самым сейчас предлагала. Я говорю, я готова по средам работать в центральном доме предпринимателями. Чтобы любые предприниматели, чтобы молодые предприниматели любого возраста приходили, я с удовольствием разбивала их проект. Пух и прах. После чего возникает то, что сухой остаток остается, вот, без людей, или времени, помещение, еще, то есть это компонуется. Во время одного из, да, вот как раз в Российской академии народного хозяйства, перерыв на чай, я говорю, мальчикам и девочкам, я как раз затолкнула лечуку, что вы сначала научитесь, вы сначала станете профессионалами. Нельзя открыть там в области чего-то. Если ты ничего не понимаешь, если у тебя нет курсов там, я не знаю, повышения квалификации как психолога, ты можешь прийти, ты можешь посочувствовать этой бабе. А если ты прошла курс, который там избитый, не знаю, как, а если ты прошла курс этого срочного оказания помощи, то первое, что ты придешь, ты скажешь, расскажи всем своим подругам, что один раз у тебя подняли руку, второй раз будет обязательно. И это норма. То есть это, ну то есть есть вещи, которые являются базовыми в любой области. Вот точно так же, как с пожилыми людьми. Нельзя их тащить за уши, нельзя их вот заставлять жить. Это неправильно, вот я почему говорю, что вот мы с вами не исключено, что дай бог, чтобы так и было, чтобы мы вот не причинили вреда своим детям. То есть самое главное не причинить вреда своим детям. Вот вам сейчас причиняют. Но не понимают просто. Нет, не знаю. Вы тоже должно быть что-то, чтобы человек примирился. Да не должно этого быть. Человек рожден для счастья, радости, благополучия и той самой любви, которую он впитывает и отдает любви. А все остальное, извините, отнукало. А его не может быть, если вас в детстве там унижали, а потом вам надо отдать это, отдавить назад. Ну, а что делать, если вот у человека установка, она себе накрутила, вот я маму 20 лет лежат. Не трогайте вы никого. Все, что вам надо, поддать, принеси, принеси с тобой. Нет, это все понятно, я так все и делаю. Сейчас, две секунды, сейчас, сейчас, две секунды. Вот, значит, чтобы проект пошел дальше, его должен возглавить обязательно автор. Это первое. Второе, вторая задача. Ни в коем случае не вкладывать никакие деньги. У меня проблема, как в акции. Ни в какие вещи. Не перебивайте, дайте до конца договориться. Нет, как раз вот на эту вот тему, потому что, если бы я могла это сделать одна, я бы это уже давно сделала. У меня, кстати, несколько опытов. Третья проблема, я поняла, третья проблема, это создать коллектив единомышленников. Это людей, которым не надо доказывать, что ты не верблюд. Которым не надо ничего объяснять. Которые понимают на уровне коры головного мозга, что ты имеешь в виду. Если сегодня начались, и они начали пробуксовывать, значит, проси, что нужно твоим опыту, что нужно твоим компаньонам. Почему они там, ерепенец или еще что-то там делают. То есть должен быть вот этот, вот тот самый, тот самый обмен мнениями абсолютно свободный. И желательно на уровне коры головного мозга, как это бывает в семье, где люди абсолютно любимы и любят. Это когда достаточно одной фразы сказать, и человек уже там сразу крылья распустил, и процесс пошел дальше. То есть вот это в двух словах. А в трех словах, то есть у каждого есть свое дело. Если это твое дело, оно пойдет. Если это не твое дело, оно не пойдет ни при каких условиях. Сколько бы ты денег там ни в валю, какую бы ты программу ни открывал, и что бы ты ни начинал делать. Это идет изнутри человека. Я не могу этого не делать. Если вас волнуют эти девочки, которые подвергаются насилию, идите в школы. Вот прям приходите к директору школы близлежащей. Говорите, я как волонтер, я профессионал. Я готова прочитать лекцию. Что девочки, один раз к вам пришел в пьяном состоянии молодой человек на свидание, рвите. Всякое сомнение, тропите в сторону нет. Если на вас один раз подняли руку или обругали матом, нет, нет, нет. Вот генофонд нации он должен расцветать. А когда ты попадаешь в ситуацию, когда тебе перемалывают, ты не можешь родить ребенка, который будет лететь в этом мире. Который не будет ничего бояться. Который будет чувствовать, что его любят, безусловно. Вот, собственно говоря, так. Ну все, школа, знаете, что... Знаете, какое разрешение сейчас получить, чтобы в школу прийти, прочитать на часовой лекции? Значит нет.